всем доброе утро дорогие мои сегодня тоже выходные и завтра тоже выходные здесь вот на после завтра не знаю вроде бы и говорят выходные и может быть тоже рабочий день честно говоря выходные меня удручает от безделья не знаю что делать ну хорошо что вот youtube есть я с вами общаюсь это как бы мое хобби мое хобби я в отличие от других блогеров не бегаю за деньгами чтобы лишь бы какое-то шоу было чтобы копеечка сли поставьте колокольчик там подпишитесь в общем короче это самому смешно становится вот на все это смотришь когда моя рабочий не люблю работать чем-то заниматься не и не только для того чтобы что заработать а просто человек должен пока на ногах должен пахать и пахать и неважно сколько ему лет ну вот сегодня тоже опять выходные пошли ну спасибо за вчерашний комментарий который я вчера ролик снял большинство из вас понимает суть моих это роликов о чем я рассказываю даже мой дорогой подписчик сам сказал что свои комментарии что его встречали рельтора ну и неплохо поимели деньги да не буду говорить дальнейшем сам дорогой брат знает что еще эту квартиру использовали сдавали в аренду пока он был там дома и тоже на этом неплохо заработали неплохо заработали несколько лет ну а то что вот о том что по проскурантам попросились там вот на услуги да должно же оплачиваться человеческий труд в этом даже мне кажется уже и вопрос не стоит любой труд должен оплачиваться когда у тебя нет гражданство Nick Princess basement P Elite когда у тебя нет гражданства человек завязан руками ногами потому что нарушение законах зарабатывать что-то даже и этим пользуются большинство наших соотечественников когда утянет гражданство пользуйся этим потому что они прекрасно знают большинство подкованы что ты иностранец что ты не имеешь права работать зарабатывать и но услуги от тебя не стесняются получить они же не говорят когда услугу получают ты не имеешь права работать нет они об этом не говорят они говорят тогда когда надо хардкопедику заплатить удар ниже пояса называется они знают твои слабые места вообще человеческая натура такая что волки отдыхают волки шакал отдыхает большинство я имею ввиду есть такие люди потому что у них вся жизнь построена на вранье на лжи и это их как говорится жизнь вот такая вот жизненная стезя такая они если даже что-то скажет одни когда правду до конца не скажет они скажут то что им выгодные вещи частички а то крупный кусочек оставит стороне потому что если эту крупную сторону ставят этот же человек сам же окажется виноватым но зачем ему это делать он скажет всегда то которое ему выгодно сказать и который людям хочется слышать а людям хочется слышать что-то такое изобиличущее такое у человека понимает то же самое было и прошлом канале как вы знаете с тех пор прошло три года но люди и сейчас обращаются за помощью но они не всегда я же говорю вот и 100 процентов процентов 70 80 не всегда говорят правду не всегда говорят вот например звонит мне нужно квартира например пределах говорит у меня город бюджет составляет пределах от 750 тысяч ну ты знаешь что 750 тысяч тоже деньги извините меня и бросая все дела ищешь именно это вариант именно по тем паре а параметрам который человек попросил находишь такие варианты это тоже очень трудно находишь оказывается так что человек то прилетел но пошел другим людям но это конечно свой выбор человека свой выбор выбор свой потому что ты не можешь человек и у меня и не покупай но смешно и другом что именно такие же квартиры даже похуже человек купил под миллион спрашивается откуда он нашел еще 300 тысяч знаете люди не говорят никогда правду никогда старается вот думают вот этим вот хитромудростью да что-то это самое а для чего это делается для того чтобы вы как запасной вариант вы как запасного и они никак не могут понять что город анталии то не такая уж большая тут все про всех знают что где-то и почем понимаете понимаете вот все время гордот льжи риэлтора льжи риэлтора да вот они это они как раньше работали так и сейчас работают вот и вот комментариях был вопрос когда же вот моя подписчица задает когда же власти возьмутся за это льжи риэлтору вот от властей много независимо пока не будет на них как говорится жалоб а жаловаться наши не любят тех которые и колпашнули почему по хорошему понимаете вот тот который отхапал на одной квартире минимум 10 тысяч долларов карман положил да они на этого человека никакую это мы не скажем потому что они сами тоже большинство из них нечестным трудом эти деньги привезли большинство понимаете сейчас деньги найти очень трудно не каждый может себе позволить так вот это привезли деньги это самые люди сами такие же черствой душой такие же каким-то этим душком понимаете с душком эти деньги душком эти деньги и вот они наоборот уважают те которые их колпашнули а вот если кто-то там вот пять долларов заработает допустим до 5 долларов за место пяти тысяч да они этого колпаша вот который 5 долларов заработал не того который 5000 а который 5 долларов понимает потому что он для вихних глазах то чмо отстой лошара понимаете вот и и вся наша жизнь такая вся же наша жизнь последние вот это года до десятилетия до можно сказать три десятилетия вот обман фальшь понимаете дурилова друг друга вот сплетни жизнь построена на сплетни знаете вчера я смотрел много блогеров особенно я люблю смотреть тут андрея караулова да там ему дают интервью все как последние годы вот рисовали победы в каких-то экономических этих победы в том-то победа это но это все было на бумаге а правителям проходили вассала как говорится и висованные успехи компьютеры отпечатанные вот там то у нас хорошо тут то у нас хорошо да мы вот это сделали да мы тут провернули вот правитель умол что-то красиво все шикарно на самом деле это было не так понимаете мы что говорит если говорит я же говорю рыба гниет с головы то что делает наверхах делает и на низах обман фальшь вот и конечный результат конечный результат в этих делах очень печально то что например человек приехал сказал а мне вот больше например вот 700 тысяч 750 тысяч денег больше нету а сам взял под миллион до совсем другого человек которого которого незаконно работает который незаконно работает кроме комиссии еще заплатил услуги которую не должен платить он должен платить только за комиссию потому что он тот продали ему квартиру он никогда не покажет того человек ну давайте назови этого человека тоже вот того человека который у тебя доллара взял еще покажи кто-то берется потому что людям что уже интересно вот люди тоже хотят такого найти успешного помощника который всего там но тысячи долларов взял якобы за услуги да покажи этих этих людей возьми у него интервью у той или у того вот лета никогда зачем-то потому что это сразу пор момента моря а зачем а зачем и вот понимаете все на фальше и вот большинство блогеров да не всегда говорят то что на самом деле все обстоит какие дела здесь не не всегда процентов может 10 15 есть и 100 процентов остальные рисует просто понимаете я так живу у меня вот смотрите какую я квартиру купил ой смотрите какую я машину купил о а люди смотрят на это как сериал великолепный век турецкий санта-барбара понимаете вот сейчас youtube русскоязычный youtube по турции да по турции в основном стало как бы как сериал великолепный век только продолжение понимаете красивая жизнь все такое там тогда все опять но это совсем не так реальность никто не хочет показать понимаете правду все хотят вроде бы но ее никто не любит ее никто не любит зачем правду а когда правду не любят все это самый печальный вы папа по прошлому каналу помните вот это два господина вы видите чтобы они где-нибудь сейчас ролики снимали показали как они пусть они покажут как они счастливы живут ну или другие еще были которые тему таракани купили квартиру последний ролик был два года назад без окон без ничего купили комнатушку тогда 300 с лишним тысяч отдали это было нечто ну почему они не снимает то не продолжает снимать день по два ролика снимали же почти показали бы как у них там счастливую жизнь с видом с окна без балкона без ничего комнатушкой на насосную станцию станции очистки понимаете я же говорю вот у русских есть такая пословица да недолго песенка пелась да короче вот такой типа такого понимаете и вот те которые сейчас вот такой рисует вот такие сказки блогера да они тоже уйдут небытие придут другие пока есть востребованность таким роликом свято место пусто не бывает вот опять дурить людей показывают так как красиво как хорошо вот приходите вот какая у нас жизнь мы сегодня купили такую мебель мы сегодня купили такую машину а люди будут оттуда писал ой молодцы браво ребята ой какой ты красавчик ой какая ты красавица в этот люди не знает вообще близко близко не знаете вы просто через экран видеть этих людей а попробуйте к этим людям обратитесь за какую-нибудь помощью руки не подадут руки не подадут что вы они звезды или если подадут чтобы вас съемку сделать съемку с вами чтобы на вас что-то заработал пенсионеру пойдут чтобы ролик снят миллионными просмотрами чтобы заработать пенсионер не пойдут вот пришел да наш соотечественница вот килограмма это принесет помощь вам это нет они любому человеку с выгода идут у любого человека интервью берут все такое этом человеку лишь бы чтобы выгода понимаете вот какая-то выгода потому что это просмотры это огромные просмотры это не маленькие деньги вот и люди думают 2 более такой-то блогер суперский хороший вот идите вот попросить у них помощи вот позвоните им скажите давай мне помоги пожалуйста отель снять помоги пожалуйста я тебе вот отправлю деньги иди получай переведи на лире иди снимай отель мне договорись с отелем вот этих блогеров попросите никто из вас ничего не сделает если даже сделать за огромные деньги сделать огромные деньги понимаете но они звезды они не должны этим заниматься как же так они прекрасно на у меня была одна такая будем говорить так кавычках подружка такая подмосковья увидела ролик где рекламировали одну квартиру давай мне звонить иди договорись у меня подруга хочет эту квартиру купить ну я говорю ну ладно есть попросили все таки как бы скажем так друзья считаемся как бы я этому человеку звоню а тот говорит хорошо пусть мне задаток несут вот чтобы я не продал это было 3000 лет прошлом году это было сейчас 3000 лет даже не деньги считаете мне кажется же задатка очень большие по 50 тысяч вот иван 50 тыс задаток отдал за то что когда покупал квартиру недавно так туда кричит какой еще задаток ты скажи что мы через недели две приедем возьмем ты должен пойти таким командным голосом на меня я говорю без задатка здесь не работает никто и что самое главное так которая показала эту квартиру до блогерше да она эту блогерше считает своей подругой яга почему ты к ней не обратишься если твоя это близкая подруга который ты везешь подарки с сумками да что понравится как бы это потому что как звезде промыкаться ты уже тоже полузвезда или четвертенькой звезды считает они себя понимаете вот почему она не пойдет к этому у кого она сняла этого видео и не скажет у меня подружка нет я ее не буду беспокоить ты иди ягод ты не пойдешь кое-куда и заблокировали а с ней все это самое понимаете вот таких наглецов очень много на глючит наглецов очень много твоем лице ведь хотят видеть лошара они не значит лошара тебе если мужик кое-что тебя обработает на три секунды что тебе ни один этот не смеет помочь понимаете вот своими петушиными такими характерами да хитрожопами я говорил же хитрожопами да хотят думать и лошара понимаете и использовать тебя даром желательно вообще даром еще чтобы ты еще и платил вот так что мы все что наших людей кидают здесь на большие суммы дорогие мои во всем они виноваты сами потому что нормальных людей они считают отстоями а тех которые кидают хорошими и их же прикрывают их вот их никогда они не сдадут их никогда этих людей они не сдадут те которые заработали хорошие деньги никогда хорошо что вот дорогой мой брат в своем комментарии открыто сказал что и поймела немало денег и кроме процентов еще еще на сдаче этой квартиры несколько лет спокойно тем более квартира в шикарном районе хорошо зарабатывали хорошо зарабатывали хорошо зарабатывали несколько лет сдавая эту квартиру около водички кроме того что еще это самое есть такие люди есть такие люди так что все что мы имеем благодаря нас же самих и хорошее и плохое и плохое ну ладно всем хорошего дня хорошего настроения главное главное не унывайте все будет хорошо и самое главное и самое главное мой вам совет всегда если вы кому-то обратились за помощью да не надо сразу обращаться нескольким одновременно имейте дело с одним человеком если имеете обманывать я с тобой буду работать я вот это человек уже делает ищет там за находит рынок недвижимости работы с недвижимостью это очень трудная работа тем более сейчас подобрать нужную квартиру по нужной цене в нужном месте это огромный труд вы понимаете и плевать на все это да плевать на все это да что человек сделал и пошел другому человеку и ладно если бы нашел бы дешевле чем это и лучше в другое дело это это полный плевок ваш адрес понимаете я не знаю как такие люди могут потом еще здесь жить обманом таким понимаете фальшу потому что те откуда они приехали там именно такая же накалывка друг друга обман друг друга понимаете здесь тоже это свои среди своих наших вот это практикуйте но среди турков нет здесь обман сразу выявляется руки не подадут тебе потом руки не подадут тобой просто общаться как с человеком не будут понимаете мы мусульманская страна светская мусульманская страна вот и любим порядочность и в словах и в делах вот да среди наших тоже есть такие-то это самое но у них я все равно всегда говорю инструктора наши инструктора наши понимаете вот всех вам благ хорошего дня пока